По воспоминаниям одного из иностранцев, я вот имя его не помню, ни Жан, ни Жорж, не помню. Фамилию него очень запоминающийся масон. Он был приближен к двору, он оставил свои воспоминания о России того периода. Он написал, что Почта Духов – одно из самых известных и самое острое, самое злое издание в России того периода. Ну, на самом деле, конечно, Крылов рисковал, рисковал очень сильно, но что же случилось в восьмой книжке? Именно восьмая книжка, у кого книга? Дайте ее сюда, ладно? Спасибо. В восьмой книжке было опубликовано одно письмо, я просто вам отрывок зачту. Сейчас. Вот. Значит, это август. Было опубликовано письмо Сильфа по имени Высприпар. Что-то такое «выспренное», да, от слова «выспренное». И этот Сильф рассказывал о вступлении на царство молодого императора в державе Великого Могола. Значит, ну вот сейчас напрягите свою голову, я вам зачитаю кусочек из этого письма и напоминаю. Это 1789 год. В чем опасность? Про что это письмо? И почему? Когда мы понимаем историческую ситуацию, мы просто ахаем, что же Крылов вообще себе позволил. Значит, Высприпар рассказывает о том, как молодой император вступает на царство. В разгар торжества перед царским дворцом появляется писатель. Там так и называется. Писатель скитается по свету в поисках истины, сочиняет книги. Он обращается к этому молодому императору, именует его почтенный юноша, а не император. И говорит так. Ты должен особенно ценить тех бескорыстных и мудрых людей, которые не стесняются говорить тебе правду в глаза. Почтенный юноша, ты был предназначен высшим провидением владычествовать над великим народом. Но гнусная политика, или лучше сказать подлое ласкательство, сокрыла от тебя должности, присоединенные к сему достоинству. Между тем непредвидимый удар поспешил минуту твоего владычества. Ну, для нас стилистика XVIII века очень тяжела, очень громоздка. Мы теряемся вот в этих оборотах, мы не очень понимаем. Но вы услышите фразу. Ты был предназначен высшим провидением владычествовать над великим народом, но гнусная политика, лучше сказать подлое ласкательство, сокрыла от тебя должности, присоединенные к сему достоинству. Если мы переведем на современный русский язык, ты должен был править, но кто-то тебе помешал. 1789 год. У нас в то время правят. Екатерина II. Кому она помешала? Сыну своему. Павел в 70-х годах уже достиг совершеннолетия. И все думали, Никита Панин, в частности, воспитатель Павла, который помогал Екатерине сесть на престол, все были уверены, что Екатерина сядет на престол, как регенша, что она дождется, пока сын вырастет, и передаст ему права. 1789 год. Павел давным-давно уже может править. А это не очень. То есть, понимаете, и вот эта реплика, да, держите, у кого я забрала. Вот эта реплика, она была, конечно, совершенно убийственна. Просто убийственна для журнала. Нагрянула тут же полиция. Но номер не арестовали, но полностью переворошили бумаги, потому что в это время Екатерина... Но она в 92-м году окончательно решит все-таки попытаться обнаружить заговор Павловский. То есть, это еще не тот период. Рахманинов распускает типографию, полностью все передает, все, что было в типографии, отдает Крылову. И сам от греха подальше уезжает в деревню. Крылов продает Почту Духов, и на этом Почта Духов прекращает свой выпуск. То есть, совершенно однозначно это вмешательство от цензуры. Абсолютно однозначно. Почта Духов не была распространенным изданием. Подписчиков было не более 70-80 человек. То есть, ну, я так думаю, что только дело в этом... Что журнал Крылов обошелся такой спокойной мерой. Дальше два года Крылов не занимается журналистикой. Я так думаю, что ему довольно сильное внушение было сделано властями. В 1792 году. Причем вы учтите, что это как раз время очередной французской революции. В 1792 году Крылов возобновляет работу типографии Рахманинова. Теперь уже, собственно, его собственную. И создает типографскую кампанию Крылов сотоварищей. Это первый пример некого такого трестирования журналистики. А, знаете, что я забыла про Почту Духов вам сказать? Про Почту Духов я вам забыла вот что сказать. Когда я вам рассказывала про вот эти жалобы молодого поэта на то, что он беден, да, и то, что его Маликоль-Малик услышал и пожалел, впервые в русской литературе и, соответственно, в русской журналистике возникает тема бедного человека. Это не в Гоголевской шинели, которая будет уже в XIX веке. Это здесь. В 1789 год. Впервые тема маленького бедного человека. 1792 год. Крылов создает типографскую кампанию Крылов сотоварищей. Приглашает он в нее своих уже давних знакомых, драматурга, актера Петра Алексеевича Плавильщикова. Плавильщиков, сын купца. Недворянин. Впервые в журналистике появляется в качестве соиздателя Недворянин. Ивана Афанасьевича Дмитревского. Ивана Афанасьевича Дмитревского. Ну, это такой почтенный старец по сравнению с Крыловым. Он фактически его одним из первых приютил, когда Крылов, молодой Крылов, приехал в Петербург. Иван Афанасьевич Дмитревский – это один из первых русских актеров профессиональных. Актер и драматург. И третьего человека, у меня, к сожалению, нет его портрета. Это Александра Ивановича Клушина. Александра Ивановича Клушина. Дмитревский тоже не дворянин. Сын протеерея. То есть из семьи духовного звания. А вот Клушин – дворянин из обедневшей семьи, так же, как и Крылов. Они были очень, на самом деле, похожи. То есть отсутствие систематического образования, захудалая дворянская семья, работа в канцелярии и стремление попробовать себя в литературе. Типоградская компания «Крыловцы Товарищи» нанимает часть дома Бецкова. Это дом рядом с летним садом, где сейчас институт культуры. Вот петербуржцы, если там гуляли, должны представить себе, что это за дом. Не петербуржцы, но вот это дом, который рядом, вот летний сад и вот тут вот Марсово поле, да. И вот стоит дом, там еще автобусная остановка, и вот рядом такой мостик. Вот с этой стороны. Значит, там основывается типография, там закупаются станки, а Клушин и Крылов там и живут. То есть им, собственно говоря, одеваться-то некуда. Причем типографская компания… Коллеги, я не буду вставать. Я просто понимаю, когда я встаю, вы сразу тише сидите. Но я не хочу вставать. Давайте вы не будете болтать. Значит, типографская компания основывается на паях. Они решили скинуться и каждое внести по 250 рублей, то есть будет 1000 рублей вот таким общим капиталом. У Дмитревского и у плавильщика эти 250 рублей находятся. У Крылова находится только 50 рублей, а у Клушина только 25 рублей. То есть у них просто не было денег. Это была самая бедная часть вот этой типографской компании. Значит, типография начинает работу. Они сначала выполняют такие… Ну, во все времена типографии вынуждены выполнять такие заказы. Они печатают театральную афишу, они печатают бланки, они печатают какие-то книги. То есть просто вот чтобы типография получила заработок. И в 1792 году выпускается совместно вот с этой типографской компанией, то есть четыре человека выпускают журнал «Зритель». 1792. Значит, история «Зритель». Ну, во-первых, это совершенно точно. Это не случайно название в Англии уже давным-давно «Спектатор», да, есть. Как бы это абсолютно в данном случае была сделана калька. Значит, совершенно очевидно, что журнал «Зритель» имеет два пласта. Первый пласт, он на поверхности, он даже виден по названию. Центральная ведущая тема журнала «Зритель» – это театр. Это русский театр. Плавильщиков и Дмитревский у нас русские драматурги, актеры. Центральное место в журнале «Зритель» совершенно очевидно уделяется Плавильщикову. И это не случайно, потому что и Плавильщиков, и Дмитревский, они очень лояльно настроены по отношению к правительству. В отличие от Клушина и особенно Крылова. И Крылов совершенно очевидно напуганной несколькой историей с почты духов двигает лояльных авторов вперед. Значит, Плавильщику отводится центральное место в журнале «Зритель». Он публикует там несколько программных статей. Одна из них видна вот на второй картинке от меня. Статья «Театр». То есть первый такой пласт, который очевиден, журнал «Зритель» посвящен Российскому театру. Защите российской драматургии. Совершенно очевидно. От иностранной экспансии. И в статье «Театр» Плавильщиков рассуждает, что на русской сцене прежде всего должны идти русские пьесы. Детям важнее знать, что почтенен отец их, нежели другой кто. Зачем нам Веронские гробницы, если мы не знаем про подвиг Минина и Пожарского? Это не значит, что они отказывались. Что такое Веронские гробницы? Это Ромео и Джульетта. Конечно, это Шекспир. Это не значит, что они отказывались от Шекспира. Нет. Но прежде всего русская история, русские пьесы на русской сцене. И в принципе эта тема, она такая ключевая для Крылова, и в данном случае для зрителя. Защита всего русского. Русскости. Ни в коем случае не Россия для русских. Принципиально нет. Такого там даже близко не было. Но защита русского отечества от излишних заимствований, да. И было постоянно. И было таким коньком для Крылова. Значит, Дмитриевский точно так же там публикует целую серию статей по русской драматургии, по русскому театру. Клушин публикует там целый ряд литературных портретов. Это зарождение этого жанра. И очень немного там публикует Крылов. Я более чем уверена, что он просто опасается. То есть его сатира прорывается. Она очень беспощадная. И он понимает, к чему это приведет журнал. Самые известные вещи Крылова в зрителе, во-первых, это Каиб, который вы будете читать. Кто-нибудь уже читал Каиба? Помните там, как его, господи, имена забыла. Троица такая, сановников царя Дурсан, Грабелей и Третьего. На самом деле это ближайшие сподвижники Екатерины Второй. Совершенно очевидно. Дурсан – это Потемкин. Дурсан – одноглазый. Помните, кто читал? Потемкин – одноглазый. Потемкин в военных походах глаза лишился. Грабелей – это граф Безбородко. Причем там совершенно четко это читается. Во-первых, Безбородко занимался финансами. Грабелей. А во-вторых, там совершенно четко читается Грабелей, который не носил бороды. Ну и так далее. То есть, понимаете, вы читаете вот эту вещь, как просто хорошую сказку. На самом деле это жуткая сатира на современность. Но если мы даже не знаем вот этих персоналей, то есть я к чему? Вы когда читаете какие-то тексты, постарайтесь почитать комментарии к ним. Вы совершенно по-другому будете эти тексты воспринимать. Абсолютно по-другому. То есть пока вам кажется, что я вам даю читать детское чтение для сердца и разума, не более того. А я вас пинками просто гоню в исторический контекст. Вот и все, что я делаю. Значит, ну вот так как большая часть сказки не читала, я сейчас просто буквально в двух словах вам ее объясню, чтобы вы поняли, почему зритель-то пострадал. Каип – это великий восточный царь, у которого есть все и которому очень скучно. Ну у него все есть, ему больше уже ничего не надо, ему безумно скучно. В общем, он сидит, тоскует там в своем праздничном зале и вдруг видит, что, значит, бежит мышка, а за ней какой-то громадный котяр. Этот котяр вот-вот эту мышку сожрет. Ну вот нечего делать, но вот он решил заступиться, выбрал мышку, а не кота. Взял туфлю расшитую и швырнул, значит, кота. А кот убежал, мявкнул, мышка спаслась, и мышка тут же превращается в красивую девушку, потому что мышка была феей, а кот был злым волшебником. И фея хочет возблагодарить Каипа за то, что, значит, злой волшебник много лет преследовал эту несчастную фею. Вот, и она хочет поблагодарить Каипа, а Каипу ничего не надо, у него все есть. И она предлагает ему отправиться в путешествие, путешествие по его стороне и посмотреть, как живут вообще люди, потому что он боится выйти из дворца, потому что тут же захватит власть. Каип не может выйти из дворца, потому что он потеряет власть. Мышка говорит, ну не волнуйся, я сделаю такую куклу, и никто не заметит, что у тебя нет. Он действительно делает куклу. Мне сразу, знаете, что это напоминает Стругацких, помните, пикник на обочине, и понедельник начинает. Понедельник начинается в субботу, там вот они двойников делают, таких этих дублей, да. Вот тут то же самое совершенно, то есть, с чем мотивы, интересно, кто что, откуда заимствует. Вот, действительно, никто не замечает, что Каипа кидает дворец, потому что эта кукла действует, там подписывает всякие указы, разговаривает. Ну, царь и царь. Вот. И, ну опять-таки, я не буду вам все это пересказывать. В общем, самое главное, что Каип прошелся по своей стране и увидел совсем не то, что ему рассказывают его министры. Он увидел, как его именем грабит народ, как уводят там последнюю корову, как снимают последнюю рубашку, как нет счастливого человека в его стране, и все его проклинают. Ну, вот, как бы в двух словах, вот, собственно говоря, вся сказка, да, если без подробностей. Ну, понятно, совершенно очевидно, да, абсолютно очевидно намеки и на императрицу, и на ее приближенных, абсолютно очевидны. Современники это прекрасно поняли. Вторая сатирическая вещь Крылова в зрителе – это похвальная речь в память моему дедушке. Похвальная речь в память моему дедушке. То есть понятно, что никакой это не дедушка. Понятно, что это литературный прием. Но Крылов выбирает именно такую тему, восхваляя память своего дедушки. И через вот это восхваление он показывает все пороки дворянского воспитания той эпохи. Значит, его дедушку звали Звениголов. Говорящие имена. Помните, откуда в русской журналистике пошли говорящие имена? Помните или нет? Откуда? Если помним. Откуда? Горе от ума – это Грибоедов. Грибоедов – это 1820-е годы. Мы с вами про 18 век говорим. Вчера была секция по истории русской журналистики. Там выступала девочка из Томска. Ну, там ребята были из разных городов. Девочка из Томска выступала. И она говорит, вот сатирические журналы в России появились в 18 веке. Новиков, ее просто, наверное, сразу человек шесть. Ну, я там тоже тут же. Я даже не смотрела, кто там сказал. Там одновременно было пять или шесть голосов. Новиков. Она. Да. А у нас… Мы ему… Ей, Новиков. Она. Да. А у нас Томский Новиков. Тут мы все вообще легли. Я не знаю, то ли это девочка что-то слегка ошиблась, то ли в Томске другая история журналистики. Нет, просто есть такие совершенно азбучные истины, которые совершенно не важно, где их знать. В Петербурге, в Томске или в самой какой-то маленькой деревне. Это совершенно не важно. Так что в Томске он Новиков. На самом деле он Новиков. Конечно, говорящие фамилии пошли от Новикова. Значит, дедушка Звениголов. Все понимают, да, смысл имени? Тук-тук. Ну и звон пойдет, голова пустая. Значит, там несколько сюжетов рассказывается про этого дедушку. Я вам только два расскажу, потому что, мне кажется, они самые сильные. Значит, когда ему минуло то ли там 6, то ли 7 лет, его начали учить грамоте. Дедчок его начал учить по псалтырю. Это совершенно нормально. Это всех так учили грамоте. И он быстро, очень быстро научился. То есть мальчик-то не глупый, хороший, нормальный мальчик. Он очень быстро научился читать по складам. И тут отец отнял от него книгу и сказал, стыдись, ты барин знатный. Больше тебе читать не надо, а то, не дай бог, сделаешься ученым. Все. И больше с тех пор Звениголов книгу в руки не брал. Ну, соответственно, на этом его образование закончилось. Это первый момент. А второй момент, он меня, конечно, нет. Я даже встану, а то вы просто не увидите. Значит, Звениголову подарили щеночка. Маленького щеночка, хорошего щеночка. Ну, он же Гниголов взял. Вот сейчас посмотрите на меня, поднимите, кто там. Кто там опускает головы? Непонятно на что. На мобильнике, на смс-ке. Смс-ке в коридоре мы отправляем. Перестаньте прятаться за соседок. Значит, мальчик взял и быстро щеночку пальчики-то в глазки ткнул. А щеночек, ну, естественно, что сделал щеночек? Он взял и за эти пальчики-то мальчика и тяпнул. И мальчик, он первую секунду даже не понял, что случилось. Ему никто никогда не противодействовал. Он сначала удивился, потом заревел и побежал к папеньке жаловаться. А папенька сказала одну единственную фразу. Тебе что, крепостных мало? Все, все. Тут нет пламенных посланий долой, крепостное право, там все на борьбу. Тут ничего нет. Тебе что, крепостных мало? Да сколько хочешь? Да никто ничего не сделает. Да что хочешь? Гвоздики втыкать. Что хочешь тебе? Вот. И понятно, что вот таким приемом, да, похвальная речь в память моему дедушке, Крылов показывал на самом деле свое отношение и к этому дедушке, и к этой системе образования. Но журнал «Зритель» закончил свое существование точно так же, как и журнал «Почта духов». Потому что, конечно, такие вещи долго терпеть Екатерина не могла. Но я вам сказала, что в журнале «Зритель» есть одна сторона внешняя, она очень заметна, защита национальной драматургии. А вот вторая сторона, она не так заметна. Дело в том, что у «Почты духов» было очень мало подписчиков. «Почта духов» никоим образом не была распространена. В XVIII веке была традиция печатать списки, кто подписался. И, как правило, люди не подписывались, если они не знали издателей. Как правило, подписчики – это близкие друзья издателей. Но люди просто боялись отдать деньги непонятно за что. Еще не было вот этой привычки. И, как правило, мы по числу подписчиков понимаем, кто общался с издателем. А у журнала «Зритель» совершенно другая картина. У журнала «Зритель» сразу около 200 подписчиков. Причем среди этих подписчиков огромное количество. Есть графы, есть князья, есть фельдмаршалы, есть генералы. Очень много молодежи, гвардейских офицеров. Огромное количество. Ну, уступите кто-нибудь. Огромное количество. Что за причуды? Почта духов почти неизвестна, а зритель. И зритель позволял себе такие намеки. Намеки там просто были, ну, например, такая пьеса. Сейчас не помню, там кусок был «Женщина в цепях». Не помню полное название. Ну, совершенно очевидно, бьющая против Екатерины Второй. Ну, абсолютно очевидно. И ничего, не сразу закрыли. То есть непонятно. Но на самом деле все объясняется очень просто. Довольно случайно получилось так, что на зритель обратила внимание панинская группировка. Никита Панин, я вам про него сегодня уже говорила. Это воспитатель Павла, будущий Павла Первого, который, когда увидел, что Екатерина вовсе не собирается возвращать в престол, он возглавил анти-екатерининскую оппозицию. То есть он стал подготавливать действительно заговор для того, чтобы своего питомца Павла посадить на престол. И сторонникам, там просто очень можно много приводить примеров, ну, например, в журнале «Зрители» воспевались военачальники, которых Екатерина отодвигала, несмотря на их заслуги. Колоссальное количество. Вот граф Румянцев, он далеко не всегда пользуется популярностью, да, у нас тут рядом Румянцевский садик, там масса воспеваний по отношению к графу Румянцеву и прочее, прочее. Ну, там много таких примеров. И, ну, действительно случайно получилось так, просто видно, Почта Духов обратила на себя внимание, потому что мало было еще журналов. Это было очень острое, это было оригинальное издание, а не перепечатка. И поэтому вокруг журнала действительно стали группироваться панинцы. То есть они стали подписываться на этот журнал, они стали, очевидно, каким-то образом помогать Крылову. И Крылов, журнал «Зритель», он гораздо острее и злее и свободнее, чем Почта Духов. Гораздо. Но, ну, 92-й год, это как раз год, когда Екатерина начинает разгром оппозиции. Это как раз год ареста Новикова, если вы его помните, когда его тяжело больного из деревни привезли на допросы к начальнику тайной канцелярии Шишковскому. И журнал «Зритель», точно так же не дожив до конца года, был прекращен. Причем прекращен крайне неприятно. Полиция ворвалась в дом типографии. В типографии был произведен обыск. От Клушина и Крылова потребовали, чтобы они отдали известные полиции свои сатирические произведения. Журнал был закрыт. И в ужасе от того, что все участники типографской кампании Крыловса товарища взяты под гласный надзор полиции. Был гласный надзор полиции, а был негласный подзор полиции. Но, наверное, лучше было находиться под гласным. Вы знали, что за вами следят. Вы должны отмечаться хуже, когда вы не знаете, что за вами следят, а за вами следят. И плавильщиков и Дмитриевский в ужасе, что они оказались опозоренными перед императрицей, которую они на самом деле искренне уважали. Совершенно не случайно Крылов их продвигает вперед, как бы прикрываясь ими. Они выходят из состава типографской кампании. И Крылов и Клушин в 1793 году, это следующий год, предпринимают свой последний журнал. Тоже у меня, к сожалению, нет его изображения, но он довольно-таки похож. Санкт-Петербургский Меркурий. Тоже название скопировано с Запада, за исключением Санкт-Петербургский. Значит, остались двоем Крылов и Клуши. Совершенно очевидно снижается острота. Абсолютно очевидно снижается острота журнала. Журнал в основном посвящен литературной полемике. И очень сильно Крылов нападает на своего давнего неприятеля в литературе. И больше всего, мне кажется, его злит то, что этот неприятель просто не отвечает. Это на Николая Михайловича Карамзина. Журнал посвящен в основном литературной полемике. Есть несколько с натяжкой, если мы скажем, сатирических произведений. В частности, статья Крылова «Похвальная речь науки убивать время». «Похвальная речь науки убивать время». А, вспомнила, какую еще статью из зрителя забыла. Ну, вы не обижаетесь, что я забываю так? Память-то все равно скачет. Значит, «Похвальная речь науки убивать время». Нападки против молодых, богатых бездельников, которым голова дана только для того, чтобы она говорила желудку, когда ему хочется кушать. Вот такой пассаж. Еще вспомнил, давайте вернемся к зрителю, еще вспомнил одну статью плавильщика, очень важную. Нечто о врожденном свойстве душ российских. Плавильщиков. Нечто о врожденном свойстве душ российских. Значит, плавильщиков рассказывает информационный повод, если мы будем говорить с сегодняшним современным языком, почему он написал эту статью. Он идет по улице и видит молодых дворян. Нечто о врожденном свойстве душ российских. Он идет по улице и видит кучку молодых дворян, которые чему-то радостно смеются. Он подходит к этой кучке и видит внутри, в центре стоящего француза, который разглагольствует о том, что русские ничего сами не умеют. Русские – это нечто вроде обезьяны, а они умеют только подражать. А молодые русские дворяне, стоя вокруг француза, радостно этому поддекивают. И плавильщиков, отталкиваясь от этой ситуации, размышляют, какие же основные качества русской нации. На самом деле, эта тема будет довольно часто мелькать в русской журналистике. Помните, да? Эта тема у нас еще появилась. Но вот кто читал? Уже кто фанвизина читал? Поднимите руки. Один, два. Мало пока. Вопросы и ответы. Ну, значит, у вас все впереди. Значит, вопрос и ответы фанвизина. Вопрос фанвизина. В чем состоит русский национальный характер? И ответы Екатерины в покорности властям. Плавильщиков размышляет, что являются свойствами русского человека. И он говорит два качества. Он выделяет два качества. Это удивительная способность все понимать и необычайная твердость. Твердость характера имеется в виду. Самое интересное, что эти же качества потом повторяются. Повторит Достоевский. В зимних заметках о летних впечатлениях. Самое интересное. То есть вообще интересно смотреть вот эти переклички, какие-то перехлесты, да, в 17 век, в 19 век. Особенности русского национального характера вообще, да, это интересная вещь. Вот. Ну, значит, 93-й год, да. Санкт-Петербургский Меркурий тоже до конца года не дожил. Но тут, ну, очевидно, что никаких цензурных проблем у Крылова не было. Просто Крылов, по экономическим соображениям, Крылов и Клушин журнал закрыли. Потому что там было меньше ста подписчиков, журнал популярностью не пользовался. Панинцы от Крылова уже отвернулись, потому что была очень серьезная угроза, что Павел вот-вот потеряет трон. Павлу было не до поддержки оппозиционных журналистов. Соответственно, всей панинской группировки тоже было не до поддержки вот этих оппозиционных идей в прессе. Вот и все. То есть они как бы так затаились до поры до времени. И вот на этом издательская деятельность Крылова заканчивается. Ну, вот это знаменитое, да, правда оно в цвете, но я вот нашла черно-белым. Крылов остался в литературе, Крылов публиковался и в журналах. Потом, например, мы снова встретимся в журналах 19 века, где публиковался Крылов. Но больше самостоятельно в качестве критика, не в баснях сатирика, издателя-редактора, он больше выступать не будет. Будем считать, что это были вот такие грехи молодости, потому что он был очень молод, когда выпускал эти журналы. Крылов уходит в литературу, Крылов уходит работать библиотекарем в императорскую публичную библиотеку. Между прочим, это очень почетное было звание. То есть сейчас библиотекарь, да, одни из самых несчастных людей, потому что получают вообще гроши. Вот, а тогда это было очень почетным званием. Он там и жил, и если вы были на саду, увидели, да, вот рядом с публичкой, соседний дом с публичкой, тоже принадлежит публичке. Там даже такие большие буквы сделаны, дом Крылова. Он действительно там жил. Вот, а скончался он совсем недалеко от журфака, да, если мы пойдем по первой линии в сторону Румянцевского садика, там такой небольшой, очень симпатичный домик. Написано, что здесь скончался Иван Андреевич Крылов, причем с этим домиком тоже существует интересная история. Крылов вообще был очень ленивым, это все вспоминали. Но я думаю, что не ленивым как бы не порог его был, не недостаток человеческий, а просто вот он с юности убедился в том, что, ну вот, плетью об ухо не перешибешь. И он как бы ушел в такое как бы пассивное сопротивление, что ли. И вот поэтому он ушел в такой быт, наверное, да, и как получится, да. Ну вот известно, там масса анекдотов про Крылова, там сидит Иван Андреевич в гостях, ему говорят, Иван Андреевич, пересядьте, а то картина висит криво на вас упадет. Он прослеживает взглядом траекторию, говорит, нет, она упадет рядом и не двигается. Ну масса таких рассказов про Крылова. И вот с домом очень похожая история. Крылов давно хотел переехать в собственный дом, вот из квартиры официальной казенной, да, публички. Но надо было возиться, надо было покупать, надо было, в общем, не хотелось ему тратить свою жизненную силу на это. И один из его почитателей, купец, он приглядел вот этот дом на первой линии. А первая линия Кадетская я просто недавно встретила в каком-то издании 19 века, что это Невский проспект Васильевского острова, то есть мы с вами на Невском проспекте, не больше, не меньше как находимся. Вот, купец приглядел этот дом, он написал Крылову и предложил ему такое условие, что купец занимается полностью ремонтом этого дома, полностью устройством, как хочет Крылов. И, значит, Крылов оплачивает только все расходы, и вот купец предлагает ему вот этот дом. Как неким таким посредником. Крылов соглашается, но это не просто вот получилось как бы подрядчик, который деньги там хотел заработать, да. Нет, а когда он стал давать Крылову счета строительные, то Крылов увидел, что все суммы купец делит на две части, и дает Крылову оплатить только одну часть. И Крылов когда изумился вообще, что вы, голубчик, делаете, давайте-ка я сам заплачу за собственный дом, купец сказал, в общем, мы даже не знаем имени этого купца, это просто из мемуаров, что нет, вот это вам подарок от почитателя русской литературы. И вот Крылов туда поселился, в этот дом, но он там жил совсем недолго, он там буквально перед смертью туда вселился, и там скончался, то есть я думаю, он не успел насладиться подарком ценителя русской литературы, но все равно, согласитесь, приятно. Вот, вот вам Иван Андреевич Крылов, есть по нему вопросы? Нету, да? Ну тогда давайте перейдем, я просто думала, успеем и успеем, к Николаю Михайловичу Карамзину. Все посмотрели, да? Уже всем прошло? Всем? У вас было? Вы не помните, было у вас или нет? О, здорово. Какие внимательные. Не было? А, наверное, на вашей парте не было. Смотрите, персонал. Иван, ой, Николай Михайлович Карамзин. А, ну вот вам просто такой... Сетинка 18 века. Дзинь-дзинь-дзинь. Карамзин. Николай Михайлович Карамзин. Ну, то же самое, да, ситуация с ним очень похожа, что и с Крыловым. Мы знаем о том, что он историограф, история государства российского. Но мы, собственно говоря, даже не очень знаем, что он сделал в журналистике, а зря. В журналистике он сделал очень много. Николай Михайлович Карамзин выходец из богатого старинного дворянского рода, вырос в имение у своего отца, симбирского помещика. Получил прекрасное домашнее образование, учился в гимназии при Московском университете. То есть Николай Михайлович Карамзин один из наиболее образованных людей конца 18 века. В журналистику входит еще выступая в качестве редактора журнале Новикова «Детское чтение для сердца и разума». Правда, по воспоминаниям редактором оказался не очень хорошим, потому что если у Новикова журнал был очень таким живым, действительно детским, то Карамзин его засушил. Но очевидно, что детская журналистика была явно не его призванием. Если вы что-то не успеваете, лучше меня переспрашивайте, а то там такой гул идет, и он мне просто мешает. После того, как он познакомился с Новиковым, он с ним сближается, и он вступает в масонскую ложу Новикова. Я вам говорила, что Новиков был масон и занимал довольно высокие посты, звания масонские в своей ложе. Но затем Карамзина перестает удовлетворять учения масонов, и он хочет выйти из лужи. В масонскую ложу было очень сложно вступить, еще сложнее было выйти оттуда. Карамзин выходит, тем не менее, несмотря на проблемы, и на него начинают цыпаться угрозы. Угрозы в том числе и физического устранения. И тогда Карамзин уезжает за границу путешествовать. Значит, уезжает он за границу в 1789 году, путешествует чуть больше года, возвращается. И в конце 1790 года, это один из первых примеров, в крупных журналах и газетах он печатает рекламу. Что со следующего 1791 года начнет выходить московский журнал. Это не место выхода. Ну, это и место выхода, но вообще это название. В конце 90-го. В конце 90-го, да. Что в следующем 1791 году начнет выходить московский журнал. Он объявляет, что в этом московском журнале могут печататься все, кто не захочет. Только не будет дано место для сухих теоретических и теологических статей. Знаете, что такое теология? То есть, он что сразу сказал? Что масонам места в моем журнале не будет. И действительно, с 1791 года, а, ну вот письма русского путешественника, это картинка, да, издание. Сейчас мы о нем скажем. С 1791 года в Москве начинает выходить его первое издание московский журнал. Выходит он два года. 1791-1792. Довольно прилично подписчиков для той эпохи 300 человек. Но авторов очень мало. В основном в московском журнале печатается один Карамзин. Мало. Московский журнал читает вся Москва. Ну, понимаете, да, что такое 300 подписчиков? То есть, один журнал, не один же человек читает, да, это мы сейчас умножаем там на 2, на 3. А тогда это умножаем на гораздо больше. Читала вся Москва, журнал шел и в России, и по России. А вот подписываться как-то вот, ну, не было еще просто привычки сформировано. Значит, самые крупные вещи, которые здесь опубликовал сам Карамзин. Во-первых, результат своих поездки по Европе – это письма русского путешественника. Путевые очерки с впечатлениями. Во-вторых, именно здесь впервые была опубликована бедная Лиза. Безумная популярность. Во-первых, толпами возникают однодневки и подражания. Бедная Анастасия. Кстати, сериал, помните, шел «Бедная Настя»? Был роман «Бедная Настя», «Бедная Маргарита» и прочее. Даже названия такие же, только имена другие. Мало этого, в Москве начались массовые экскурсии к месту, где жила Лиза, где она топилась. Там для отдыхающих, для дам, которые приходили на экскурсию, сделали даже для удобства беседку. А какой-то отставной унтер проводил дамам экскурсию. Они там схлипывали, рдали. И потом, очевидно, этого экскурсовода вознаграждали чем-то. Мне это тоже, знаете, что Остап Бендер, помните, как экскурсию в провале проводил? Вот то же самое. На самом деле, сколько все в жизни повторяется. То есть совершенно безумная популярность. И в «Бедную Лизу» обсуждаете популярность или барышень, которые рыдали. Кроме того, именно в московском журнале в 92-м году Карамзин опубликовал «Оду к милости». Он был единственным в русской журналистике, который обратился вот таким способом к Екатерине II и попросил ее простить родищего. Нам очень важно знать, что сделал Карамзин нового в московском журнале. Потому что целая цепь новинок, которые используются журналистикой до сих пор. Во-первых, Карамзин впервые в истории русской журналистики разделил текст на отделы. Ну, текст на отделы. Весь корпус журнала разделил на отделы. Вы сами представьте себе, какие отделы могли быть, например, в Почте Духов. Письма Сильфов, письма Гномов. Или что еще? Да? А, не знаю, там, в Трутне. Борьба с всякой всячиной, сатирические объявления. Все в куче было. Значит, в московском журнале вводится пять постоянных отделов. Впервые членение журнала на отделы происходит в московском журнале Карамзина. Дальше. Очень интересная часть рубрик из этих отделов. Впервые постоянно вводятся рубрики, критики, рубрика «Критика» и рубрика «Библиография». Это не значит, что не было критических выступлений в печати раньше. Это не значит, что не печатались библиографические указания. Были. Но постоянно, систематически, из номера в номер, это первым сделал Карамзин. Точно так же постоянно был отдел театральных рецензий. Были театральные рецензии. Журнал, целый был уже журнал, посвященный театру. Да? А постоянно именно он. Николай Михайлович Карамзина считает основоположником теории русской критики. Он первый сформулировал, как надо оценивать произведение. Как его надо оценивать с точки зрения Карамзина? Во-первых, эта оценка, эта критика должна быть только для писателя. А во-вторых, она должна быть только положительной. То есть для нас это кажется немножко ущербным, но вы вспоминаете, что это XVIII век, а мы с вами XXI. Уже теория пошла дальше. Карамзин впервые в московском журнале выстроил журнал в едином направлении. То есть он не печатал все, что там он написал или ему кто-то принес, разножанровое, разнохарактерное, разнонаправленное, а строгий отбор текста. Именно в московском журнале Карамзин начинает отрабатывать защиту русского сентиментализма. Карамзин у нас проводник сентиментализма в русской литературе и русской журналистике. Именно на страницах московского журнала Карамзин начинает проводить свою реформу русского языка. Мы с вами говорим не на языке Тридиаковского, Сумарокова и Хераскова. Мы с вами говорим на языке Карамзина и Пушкина. Ну, я надеюсь, что мы с вами говорим на этом языке. Ну, вот я именно это имела в виду. Мне тут очень недавно понравился анекдот. Я вообще так с анекдотами в не очень хороших отношениях. А тот, мне кажется, он просто великолепный. Тот, кто считает, что в России нет свободы слова, пусть кому-нибудь в автобусе наступит на ногу и все выслушает. Ну, хороший же анекдот. Ну, хороший анекдот. Ну, ничего не скажешь. Ну, очевидно, это мне надо, потому что первая часть, она полностью ко мне относится. И, очевидно, это мне надо идти в автобус и всем наступать на ногу. Но я, правда, и так это слышу в автобусах. И не только в автобусах. Московский журнал был популярным, интересным, необычным. Московский журнал, единственный из журналов 18 века, отказывался от политической тематики. Почему? Потому что 92-й год. 91-92-й. Самое сумрачное время Екатеринского правления. К этому политика. В московском журнале вы не увидите классических тем для журналистики 18 века, рассуждений об идеальном государе, критики строя и прочее, прочее. Вообще, Карамзин, мадам де Сталь, когда побывала в России, знаете, как она его охарактеризовала? Сухой француз и все. Карамзин очень интересный человек. Карамзин настолько скрывал свои все душевные порывы, душевные устремления. Он был очень немогословен. Он же создал, да что такое сентиментализм? Вспомните его произведение. Это гимн человеческому единению, дружбе. То есть он в текстах был один, а в жизни совершенно другой. Он настолько от всех абстрагировался, настолько был вот чопорным, сухим. Он не был сам по себе сухой. Да, сухость это способ самозащиты. Совершенно очевидно. Вот для него она была... Мадам де Сталь не увидела подлинного Карамзина. Она увидела вот такого. Почитайте, если вам интересно, совершенно великолепная вещь. Кстати, в интернете есть Лотмана, сотворение Карамзина. Карамзина – великолепная вещь, просто великолепная вещь. Да, мне очень понравилось. Лотман, Юрий Михайлович Лотман, сотворение Карамзина. Есть в электронном виде, прочесть не проблема. Московский журнал был нетипичен. В московском журнале, например, еще один из приемов Карамзина – прием мозаики. То есть не было в лоб разговора о политике. Но там было вот... Представляете, что такое мозаика, да? Это картина из маленьких кусочков. То есть Карамзин из маленьких, какие-то кусочки своих размышлений на политические темы вкраплял в другие сюжеты. Это впервые в русской журналистике. Этот прием потом будет многократно использоваться. Впервые в московском журнале Карамзин использовал прием непосредственного обращения к читателю. Вдруг читатель, знаешь ли ты? Ну и так далее, да? Сейчас по стилистикам, что сегодня скажем? Контакты, устанавливающие средства. Вот это откуда идет. Это же очень интересно знать, откуда истоки идут. Того, что для вас, на самом деле, для любого журналиста это очень важно. Как без этого-то, да? Если вы человека не раскрутите на общение, идите в дворники. В дворники могут ни с кем не общаться. Московский журнал действительно был интересен, был необычен, был популярен. Но Карамзину практически никто не помогал. И он, я читала московский журнал. Карамзина обсуждаете? Вторая парта. Нет, мне Карамзина разглазки опускаете. Вы не мешаете. Ни за что. Припомню. Забуду, конечно. Я бы хотела вам всем все припомнить. Но память-то дырка. Вас-то много, я одна. Значит, он пишет в последних номерах, что я устал, я не могу. Все спрашивают, когда выйдет журнал. Когда выйдет журнал, он опять, тут не полностью персональный журнализм. Тут печатается Хирасков, тут печатается Державин, тут печатается Сумароков. Но мало. В основном один Карамзин, он издатель, он редактор, он просто не может. И в 92-м году он на московский журнал вложил 60 тысяч рублей собственных. Это нормально для тех времен, потому что журналистика 18 века, она убыточна. Но извините, все-таки карман-то не бесконечен. И он в 92-м году прекращает выпуск московского журнала сам. Затем Карамзин два года тоже не занимается журналистикой. А в 94-м году, у меня нет, к сожалению, этой картинки, не буду переводить пока. В 94-м году он говорит о том, что он занимается литературой, он занимается историей. И он говорит, что время, свободное от своих занятий, я намерен посвятить приятному досугу опубликовать свои изящные безделки. Свои и приятели. И в 94-м году Николай Михайлович Карамзин выпускает первый русский альманах Аглая. Аглая по имени одной из любезных мус. Что такое альманах? Мы с вами, на самом деле, впервые сталкиваемся с этим периодическим изданием. Как правило, это периодическое издание, выходящее раз в год. У меня нет картинки, не смотрите, не нашла. А пойти в библиотеку, сфотографировать, на самом деле, очень сложно. Издание 18-го века фотографировать, запрещают, не разрешают. Если вы будете в Хельсинки, я вам очень советую. В Национальной библиотеке Хельсинки можно зайти с улицы, без всякой регистрации, пронести фотоаппарат. Там огромные два зала с журналами 18-19 века, фотографирую, ксерокопирую. Я вообще пирожизни такое вижу. Я была просто не то что в шоке. Я после этого, я на 4, после 4 часов фотографирования, мне даже уже стало скучно. Причем там были издания, которые я пирожизни сама в руках держала. Понимаете, хотя я вот журналистикой занимаюсь, я уже даже неприлично, сколько же я ею занимаюсь. У нас же, чтобы достать в руки, поддержать журнал 18-го века, мало то, что всякие кандидатские, докторские степени, надо еще кучу бумаг, кучу разрешений, кучу прошений, не факт, что дадут. То есть, ну, разные подходы. Хотя, конечно, у нас тогда больше сохранится, но... Поэтому нет у меня картинки Аглая, можете пока не смотреть сюда. Значит, что такое альманах? Как правило, это периодическое издание, выходящее раз в год. Была и другая периодичность, но, как правило, это именно раз в год. Значит, Аглая – это первый русский альманах. Выходил он два раза, 94-й и 95-й, то есть вышло два выпуска. За двумя исключениями, там публиковалось два стихотворения Дмитриев и одно стихотворение Хирасков. Все остальное в Аглае было карамзина, то есть опять он сам. В Аглае были опубликованы продолжения писем русского путешественника. В Аглае была опубликована вещь, которая, конечно, не могла не поразить читателя XVIII века. Нежность, дружба в низком состоянии. Низкое состояние имеется в виду крестьянство. Что это тоже люди, и они тоже умеют дружить. В Аглае была опубликована сентиментальная повесть «Остров Борнгольм». Ну, очень романтичная вещь, ну вообще. Ну там, если вы не читали, таинственный остров, бурное море, какая-то красавица, которая стережет таинственный старик, какой-то ее возлюбленный, который через бурное море почему-то не может пробраться к этой таинственной красавице. Ну, в общем, потрясающе. На самом деле, впервые русский читатель начал засыпать Карамзина письмами или спрашивать у него в лоб, а что будет дальше? Русский читатель впервые заинтересовался сюжетом. Поэтому Белинский говорил, что Карамзин создал русского читателя. Что до этого обращали внимание на стиль, на форму, на намеки. А тут сюжет. Что дальше-то будет? Между прочим, Белинский вообще считал, что русская журналистика у нас началась только с Карамзина. Поэтому все, что мы с вами уже проходили, это все преджурналистика по Белинскому. Настолько серьезное значение он уделял Карамзину. Дальше. В 96-м году, в 96-м году, с 96-го по 99-й, значит, три выпуска, Карамзин выпустил второй русский альманах, альманах Аониды. Это первый русский поэтический альманах. И в Аглай, и в Анидах очень важно то, что это чисто русские издания. Там не было переводов. Это очень редко для 18-го века. Значит, кроме Карамзина, там были помещены стихотворения Хераскова, Капниста Василия Львовича, Капниста Василия, господи, Василия, думая про одного, говоря другого. Здесь появляется впервые в печати Василия Львовича Пушкина, дядя Пушкина, который его потом ведет в литературу. Здесь печатается Державин, большой приятель Карамзина. Мы с вами сейчас перескочим на 19-й век, чтобы закончить разговор о Карамзине. В 1802 году московский книгопродавец Попов основывает новый журнал. Название ему дано «Вестник Европы». В качестве редактора этого журнала книгопродавец Попов приглашает Николая Михайловича Карамзина. Это первый случай в истории... Забавно, да? В 18-й век есть, так можно говорить? Первый, 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 первый. Ну, действительно, первый. Это первый случай в истории русской журналистики, когда идет разделение издательских и редакторских функций. Издатель дает деньги, редактор отвечает, опять-таки говоря, сегодня языком, за контент. Мало этого, неизвестный нам Попов делает совершенно удивительную вещь. Он предлагает Карамзину жалование, редакторское. 3000 рублей серебром в год. Много это или мало? Ну, деньги это вещь относительная. Значит, чтобы вы сравнили, много это или мало, Карамзин редактирует «Вестник Европы» два года. 802-й, 803-й. Затем он уходит из журналистики. Он больше не будет участвовать в журналистике, ни как издатель, ни как редактор, и практически нигде как публицист. Вот его записка о Древней Новой России, которую вы будете читать, совершенно потрясающая вещь, которая очень долго не была издана ни в Царской России, ни в советское время. То есть такой запрещенный текст не была бы при его жизни издана. То есть это не стало публицистикой. Он после этого становится придворным историографом. Он начинает писать историю государства российского. Свою самую знаменитую вещь. То есть он единственный историограф. Нету больше десятка других. И ему Александр назначает персональное жалование, император ему назначает жалование, 2000 рублей серебром в год. То есть книга-продавец, про которую мы больше ничего не знаем, кроме фамилии, дает редактору 3000 рублей в год. А император единственному придворному историографу, который пишет историю страны, история штука очень опасная. Его можно написать так, а можно написать совершенно по-другому. Дает на 1000 рублей меньше. Видите, много это или мало. Вот этот пример вы запомните. Значит, что нового в Вестнике Европы? Карамзин редактирует его два года. Во-первых, впервые разделение редакторских и издательских функций. А во-вторых, Карамзин здесь вводит два отдела. Первый отдел не имеет, собственно, названия. Там все. А второй отдел называется политика. Впервые в истории русской журналистики у нас появляется самостоятельный отдел политика. А теперь вам вопрос на засыпку. Почему он в конце XVIII века отказывается напрямую от политики, а здесь вычленяет самостоятельно отдел политика? Конечно, конечно. Понимаете, у меня иногда на экзамене обижающиеся на меня студенты говорят, ну чего вы нас спрашиваете историю России, нас спрашиваете историю журналистики. Я от этих фраз готова лезть под парту. Ну нельзя спрашивать историю журналистики в отрыве от истории России. Ну нельзя. Я даже не знаю, что, может быть, ведь не история музыки, не история там стали прокатного дела, но это тоже связано с историей страны. Но журналистика напрямую связана. Конечно, в смутное время Екатерина уходит от политики. В новое царствование, первые шаги, дни Александра, их прекрасное начало, когда все общество бурлит, ждет перемен. Карамзин, как настоящий журналист, почувствовал, положил эту руку на общественный нерв, и он ввел отдел, который требовался для того времени. Он вводит отдел политика. А вот от критики, вестники Европы, он отказывается. Он говорит, что у нас в России еще нет настоящей литературы. Вы еще много раз услышите этот тезис. У нас в России еще нет настоящей литературы. Мы не доросли до критики. И сейчас писать критику, это только значит портить отношения с авторами. Он полностью отходит от критики, но зато его взгляды подхватываются потом. И настолько серьезно было влияние Николая Михайловича Карамзина на русскую журналистику, что десятые годы проходят полностью, я имею в виду 1810-е годы, проходят полностью под знаком Карамзина. Это его десятилетие. А введенный им новый тип в русской журналистике альманах будет переживать неслыханный расцвет примерно в 20-30-е годы XIX века. И тоже в подражание Аглая и Иоаннида.